Продолжение следует... 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 Это и будет предметом предстоящего спора, предметом, от выбора которого будет зависеть и ход аргументации, и, может быть, исход словесного поединка. Второе. Относительно предмета спора должна существовать реальная противоположность точек зрения собеседников. То есть оппоненты должны придерживаться разных мнений, разных убеждений по обсуждаемому вопросу. Иногда мы бросаемся спорить, хотя наши убеждения и не расходятся с убеждениями собеседника, но просто он выражает их несколькими словами, что и создает иллюзию расхождения. Поэтому перед началом спора следует уточнить позиции, уточнить используемые термины. Возможно, после такого уточнения отпадет и необходимость спорить. Ну, вы спрашиваете своего собеседника, действительно ли вы хотите сказать, что все политики проходимцы, и это правило не допускает исключений. Возможно, он сузит свой тезис. Скажем, я говорил только о современных российских политиках, а не о политиках вообще. Или даже еще больше сузит. Не все, но некоторые российские политики проходимцы. И вы с ним согласитесь. Или можете попросить собеседника уточнить, что он имеет в виду под словом проходимец. И это либо приведет к уточнению ваших расхождений, либо к согласию. Вообще, перед началом спора следует постараться точнее сформулировать тезис и обозначить предмет спора, софиксировать пункт разногласий и определить позиции сторон, договориться о значении ключевых терминов. Это важнейшая предпосылка рационального спора и вообще всякого разумного разговора. Третье. Необходимо также, чтобы спор опирался на некоторую общую основу. То есть должны существовать какие-то принципы, какие-то положения, убеждения, с которыми согласны оба собеседника. Если нет ни одного положения, с которым согласились бы обе стороны, то спор оказывается невозможным. Ну как в самом деле спорить с человеком, который отвергает все, что бы вы не сказали? Что дважды два четыре, что Волга впадает в Каспийское море и так далее. «Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу. Эта уловка известная», – писал Иван Сергеевич Тургенев. «Ни с чем не соглашаться, все отвергать» – вот порой средство самоутверждения молодого человека, одна из основ юношеского нигилизма. Или уловка того, кто не хочет вступать в спор. Что-то доказывая или опровергая, мы ведь при этом опираемся на положения, которые в данных условиях, в данном случае, принимаются как общепризнанные. Конечно, оппонент может и их подвергнуть сомнению, и вам придется и их обосновывать. Но этот процесс взаимного обоснования и критики должен где-то остановиться, дойдя до положения, с которым согласны обе спорящие стороны. Иначе спор вырождается в бесконечную болтовню. Скажем, вы защищаете право человека на самоубийство и ссылаетесь при этом на то, что он обладает свободой воли. Оппонент не согласен с этим и начинает оспаривать ваш аргумент, и вам приходится его обосновывать. Допустим, вы указываете на то, что человек – это все-таки не буриданов осел, не способный выбрать между двумя хапками сена, и в конечном итоге всегда осуществляет выбор. Оппонент с вами не согласен и утверждает, что человек ничем не отличается от осла, а его так называемый свободный выбор причинно предопределен. И спор все дальше уходит в бесконечные дали, из которых нормальному человеку, в общем, не так легко возвратиться. Следует иметь в виду, кстати, что в общую основу спора входит также и одинаковое употребление используемых слов и выражений обеими сторонами. Действительно, спор оказался бы невозможным, если бы собеседники вкладывали разный смысл в используемые слова. Ну, допустим, зашел спор о любви, когда-то излюбленная тема наших разговоров. Но один, говоря «любовь», «любовь» имеет в виду половую любовь, любовь к женщине, к мужчине. Другой, повторяя то же самое слово «любовь», «любовь» имеет в виду любовь к родине. А третий вообще под словом «любовь» имеет в виду любовь к маринованным огурцам. Ясно, что такого рода спор не может кончиться ничем, кроме взаимного недоумения. Четвертое – требуется хотя бы какое-то знание о предмете спора. Бессмысленно вступать в спор о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Многие люди этим не смущаются и смело бросаются спорить по любому поводу. Встретив такого человека и убедившись, что он только бессмысленно перемалывает словами воздух, отойдите от него. Ну, либо разоблачите его полное невежество перед аудиторией. И, наконец, последнее, пятое, но, может быть, самое важное. Самое важное условие рационального спора – требуется уважать своего собеседника, своего оппонента. С тем, кто не заслуживает уважения, не стоит вступать в спор. Если же вы вступили с кем-то в спор, в горячий разговор, то, значит, вы признали в этом человеке личность не менее достойную, чем ваше собственное. Помните, в свое время дворянин принимал вызов на дуэль только от представителя своего сословия. И если с кем-то стрелялся или дрался на шпагах, то признавал противника равным себе. А уважая противника, вы должны с уважением отнестись и к его убеждению. Пусть они представляются вам ошибочными, и вы стремитесь оспорить их. Но если это убеждение человека достойного, то, значит, есть в них что-то привлекательное, что может вскрыться в процессе спора и обогатить вас обоих. Уважение к оппоненту в споре, помимо всего прочего, включает в себя способность быть внимательным к его рассуждениям, умение терпеливо выслушивать эти рассуждения и желание понять их. Пусть оппонент заблуждается, на ваш взгляд, но сочувственное понимание может открыть в его заблуждениях долю истины. И, конечно, совершенно необходима внутренняя готовность признать, что ты ошибся и твой оппонент прав. С теми, кто на это не способен, бессмысленно вступать в спор. А если же вы не фанатик какой-то, поработивший вас идеи или концепции, если вы помните о том, как много и часто ошибались даже величайшие мыслители человечества, то и к своим собственным, даже самым сокровенным убеждениям вы не можете не относиться с некоторой долей здравого скептицизма. А может быть, я опять ошибаюсь. И когда в процессе спора оппоненту удастся показать, что вы действительно ошибаетесь, что в ваших рассуждениях кроется противоречие или ошибка, то, несмотря на, может быть, понятную досаду, вы должны поблагодарить своего оппонента. Ведь он потратил силы своего ума, души на то, чтобы улучшить ваше восприятие, ваше видение вещей и явлений, исправить ваш взгляд на мир. Ну а теперь, дорогие друзья, скажите, положа руку на сердце, если вам вдруг встретился такой внимательный, чуткий, умный собеседник, то будете ли вы с ним спорить? Встреча с такими людьми – это же подарок судьбы, пиру мое сердце. Конечно, можно и поспорить слегка, но спор с таким человеком доставляет наслаждение и надолго остается в вашей благодарной памяти. Перечисленные условия рациональной дискуссии отчасти выполняются нами интуитивно. Мы избегаем вступать в спор с невеждой или хамом, но полезно приучать себя и к их сознательному соблюдению. Перед началом спора оговорить предмет спора, зафиксировать пункт разногласий, оговорить значение важнейших слов и уж потом начинать строить доказательства, аргументировать или опровергать. Теперь мы можем поговорить о том, какие приемы, какие тактические уловки допустимы в рациональной дискуссии. Уловки и приемы, которые не выводят в спор за рамки интеллектуального состязания, интеллектуального столкновения, не превращают его в ругань, перебранку или бессмысленную болтовню. Эти приемы простые и очень немногочисленные. Итак, спор неизбежен. Вы уклонялись от него сколько могли, отделываясь между метиями и ничего не значимыми фразами, но когда начали нападать на дорогие вам убеждения и нести явную чушь, вы не выдержали и бросились в бой. Ну что ж, на войне, как на войне. Раз уж решили вступить в схватку, то нужно постараться одержать победу. И как раз общие приемы всякого столкновения, всякой борьбы, всякого состязания и здесь применимы. Применимы и в интеллектуальных состязаниях между людьми. Но в силу их общности и абстрактности они очень просты и немногочислены. Первое. Инициативу. Следует с самого начала постараться захватить инициативу. Предложить свою формулировку спорного вопроса. Зафиксировать пункт разногласий. Предложить самому условия проведения спорта. Где будем спорить? Здесь или выйдем в коридор. Может быть на лестничную клетку. Заметив, что оппонент легко одет, а на улице сегодня мороз. Предложить и спорить на улице. Замерзнет. Будет подать. Это как на дуэль. Где будем драться? В какое время? Каким оружием? Тот, кто постарается обеспечить эти условия наиболее выгодным для себя способом, уже на старте получает определенные преимущества. Вспомните 1813-1814 год кампании Наполеона Бонапарта. На Францию со всех сторон надвигались огромные полчища прусских, австрийских, русских войск. И Бонапарт с ничтожной армией поочередно бил и тех, и других, и третьих. Почему? Потому что он владел инициативой. Он выбирал, когда, где, на кого нападать. И в споре следует помнить правило, что нападение есть лучшая защита. Захватив инициативу, продолжайте наступление. Нападайте на тезисы, аргументы противника, заставляя его защищаться. Вопросами, уточнениями поворачивайте спор в нужном для вас направлении. Чувствуя, зная, что оппонент может выдвинуть против защищаемого вами положения какие-то возражения, смело высказывайте их сами. Да, я знаю, что вот против этого моего тезиса можно высказать то-то. Так вот, я тебе сразу и отвечу. И формулируйте это возражение в удобном для себя виде и с успехом с ним разделывайтесь. Тем самым вы выбиваете оружие из рук противника. Вы лишаете его аргументов против вас. Когда потом в процессе спора он попробует вернуться к этим вещам, вы легко их отведете, скажете, ну что же, я об этом уже говорил, что мы сто раз будем возвращаться к одному и тому же. Второе. Бремя доказываний. Это технический термин. Огромные, порой решающие преимущества получает в споре тот, кому удастся возложить бремя доказывания на противника. Проще говоря, захватив инициативу, следует повести дело так, чтобы обосновывать свой тезис, строить доказательства, пришлось вашему оппоненту, а не вам. Если ваш оппонент плохо знаком с логикой или вообще слаб в рассуждениях, он может и не суметь построить никакого доказательства и проиграет спор, даже еще не начав его. Или слепит какое-нибудь доказательство, но наделает в нем таких ошибок, что вы легко разгромите его кавалерийской атакой. Этот прием представляет собой частный случай более общего принципа. Строить, сооружать, создавать всегда сложнее, чем разрушать и критиковать. Вспомните какие-нибудь башни-близнецы в Нью-Йорке. Сооружали их несколько лет, а разрушили в один час. По-видимому, это каждый из нас испытал на себе хотя бы раз в жизни. Отсюда мораль. Нужно возложить дело строительства, доказывания на оппонента, а самому занять позу критика. Третье – концентрация. Не следует пытаться нападать на все аргументы оппонента, пытаться оспаривать каждое его утверждение. Нужно постараться найти в его рассуждениях наиболее слабый пункт и огонь критики направить именно на этот пункт. Если какой-то аргумент показался вам сомнительным, сосредоточьте внимание именно на этом аргументе. Может быть, он сомнителен или даже ложен. Если чувствуете ошибку в его рассуждениях, исследуйте цепь его доказательств. Может быть, там вы обнаружите нарушение правил умозаключений. Если в ходе полемики вы чувствуете, что противник начинает волноваться, нервничать, когда вы касаетесь какого-то пункта в его рассуждениях, обратите внимание на этот пункт. Может быть, там как раз слабость в его рассуждениях и противник сам это чувствует и начинает нервничать. Четвертое – эффект внезапности. Ну, военные уже давно открыли важную, порой решающую роль резерва. Неразумно вводить все войска сразу в бой. Разумно приберечь какую-то часть в резерве, для того, чтобы пустить ее в сражение в решающий момент. Вспомните, как в судьбоносной Куликовской битве засадный полк, ударив в тыл наступающим татарам в решающий момент битвы, решил ее исход. Точно так же и в спор. Не спешите выпаливать все аргументы, все возражения, которые у вас есть против позиции вашего оппонента. Приберегите какой-нибудь сильный аргумент про запас. Ну, допустим, вы говорили с обе стороны. Никто никого не убедил, никто никого не победил. Спор догорает. Противник от вас ничего нового уже не ждет и естественным образом прослабляется. И тут вы достаете прибереженный в запасе аргумент и наносите удар. Противник растерян и может проиграть столкновение, даже хотя его позиция была, может быть, и не хуже вашей. Пятое. Обращение аргументов противника против него самого. В ходе спора нужно внимательно присматриваться, конечно, к аргументам вашего собеседника оппонента. Действительно ли данный аргумент силен, не вызывает ли он сомнений. На самом деле подкрепляет он тезис оппонента или не имеет к нему никакого отношения. Чрезвычайно эффектным приемом является обращение аргумента, который оппонент приводит в подкрепление своего тезиса против этого тезиса. Но лучше это продемонстрировать на примерах. Вот беседует отец и сын. Отец выговаривает сыну. В твои годы, сынок, Авраам Линкольн уже сам зарабатывал себе на хлеб. Сын возвращает. А в твои годы, папочка, Авраам Линкольн был уже президентом Соединенных Штатов. Все. Отец разбит и вынужден замолчать. Этот прием хорошо применять в споре с людьми, которые любят проповедовать высокие моральные принципы, любят поучать всех окружающих, как им жить, а сами далеко не всегда следуют этим принципам. Посмотри на соседского Петю, выговаривает отец сыну. Он учится на одни пятерки, а ты? Да, но посмотри на Петиного отца, мог бы возразить сын. Он готовит с сыном уроки, он интересуется его жизнью, а ты? Конечно, самая неприятная ситуация оказывается та, когда вы произносите какие-то аргументы в обосновании своей позиции и не замечаете, что в глазах слушателей эти аргументы напротив, подрывают вашу позицию, работают против нее. Вы не только не убедите своих слушателей, хуже того, вы можете показаться смешным. В связи с этим мне вспоминается одна действительно реальная история, которая, правда, произошла уже довольно давно, в конце 80-х годов, когда у нас была в стране объявлена антиалкогольная кампания, пропагандировались безалкогольные свадьбы, повсеместно возникали, организовывались общества в трезвости. Да, и как-то в одном из подмосковных городков я попал на какое-то довольно большое собрание. Вот, оказалось, что это собрание посвящено агитации за прием в общество трезвости новых членов. Некоторые из вас, может быть, помнят, что как раз в тот же период появились первые частные предприятия у нас в стране. Ну, какие-то мелкие пошивочные мастерские, мелкие производства каких-то кустарных изделий, кафе, закусочные и так далее. выступавшие председатели общества трезвости металл, громы и молнии. Кто здесь зарабатывает больше всех? Вопрошал он и отвечал. Содержатель кафе. Кто имеет в нашем городе машину иностранной марки? Тогда это еще было редкость. Владелец кафе. У кого жена входит в роскошной норковой шубе? У владельца кафе. Вы знаете, мы провели здесь небольшое исследование и установили, что четвертая часть доходов жителей нашего города оседает в карманах владельца кафе. Он хотел сказать, дескать, вот к чему приводит употребление алкоголей, поэтому нужно от этого отказаться. Да, ну, после его выступления многие подходили, поздравляли его с хорошим выступлением и в частности подошла молодая пара, молодой человек с девушкой и тоже горячо благодарили его за прекрасное выступление. Ага, обрадовался проповедник трезвости, вы хотите записаться в наше общество? Они замялись и потом молодой человек сказал, да нет, вы знаете, мы хотим открыть еще одно кафе. И хотел бы я быть на месте этого оратора. Шестое. Откладывать ответ. Если вдруг оппонент привел сильный долг, на который вы не знаете, как ответить, не спешите посыпать голову пеплом и признавать свое поражение. Потяните время, поговорите о других аргументах оппонента, задайте уточняющий вопрос. Если вы защищаете действительно истинную позицию, верно, то ответ придет. Просто у нас разная скорость реакции. Ну, конечно, один соображает быстрее, другой немножко медленнее. Флегматик не может спорить так, как спорит холерик. Подождите. Наверное, каждый из вас может припомнить случай, когда, возвращаясь домой после горячего разговора и прокручивая в голове эпизоды состоявшейся дружеской беседы, мы думали про себя, ах, что же я вот так-то не сказал, что же я не ответил вот так, вот это было бы хорошо. Да, это вполне естественно. как говорят философы, сова Минерова вылетает уже после того, как поезд ушел. Попробуйте оттянуть ответ. Поговорите о других аргументах оппонента. Быть может, через некоторое время ответ придет, и тогда вы скажете, вот, на твой аргумент я могу ответить тот. Ну, а если, несмотря на все оттяжки ответа, ответ так и не всплывет в вашей голове, ну, поражение признать всегда успеете. Седьмое. Следует развивать в себе способность помнить весь спор. То есть, держать в памяти его начало, тезис оппонента и свой собственный, приблизительную аргументацию и общее направление спор. Это, безусловно, трудно и редко кто на это способен. Чаще всего мы начинаем спорить об одном, потом перескакиваем на другое, на третье, и спор превращается, в общем-то, в болтовню. Скоро мы забываем. А из-за чего, собственно, весь сыр-бор загорелся. Чтобы не превращать спор в такого рода бессодержательные разговоры, полезно удерживать в памяти его начало, свой тезис, тезис оппонента, с тем, чтобы направлять спор в нужном для вас направлении и не дать оппоненту уклониться в сторону от обсуждаемого вопроса. Восьмое. Манера держаться. Чрезвычайно важно в споре, как во всяком столкновении, во всякой борьбе, сохранять спокойствие и хладнокровие. Понятно, конечно, что какие-то высказывания оппонента, какие-то его реплики могут задеть вас, взволновать, обидеть, вызвать гнев и возмущение. Сдержитесь. Сдержитесь. Ибо если вы позволите эмоциям затопить ваше сознание, то все, способность находить и высказывать аргументы, способность критиковать пропадает. На языке остается только брать. выигрывает тот, кто сохранит спокойное достоинство. Если вы почувствовали, что начинаете волноваться, поддаваться эмоциям, остановитесь. Посчитайте мысленно про себя до десяти, до ста, до тысяч. Спокойтесь. Теперь продолжайте спорить. имейте ввиду, кстати, что если вам удастся сохранить спокойствие, то это уже начнет действовать на противника. Он начнет беситься, видя, что все уколы, все его отравленные стрелы не могут пробить брони вашего спокойствия. И вы получите преимущество. Манера держаться и вообще весь ваш внешний облик имеет большое значение для спора. Если вы держитесь уверенно, говорите веско, чайно, раздельно, то вы получаете преимущество по сравнению с тем, кто запинающийся скороговоркой произносит какие-то невероятные вещи. Девятое. Еще, наконец, один прием, который наш многих поварнин называет жалким. Брать последнее слово в конце дискуссии. С тем, чтобы, подводя ее итоги, ну, представить эти итоги в наиболее выгодном для себя свете. Хотя, может быть, эти итоги были плачевными. Многие, к сожалению, очень многие из нас стремятся оставить за собой последнее слово. Но что это за последнее слово? это бессильная брань вслед победоносному сопернику, плевок вслед умчавшемуся поезду. Может быть, это выражение бессильной слобы дает какое-то утешение, но сдержитесь, ведь это же одновременно и признание своего поражения. Если вы чувствуете себя победителем, то зачем вам наводить тень на плетень и выкрикивать брань в адрес своего победа? Как говорят спортивные комментаторы, проигрывать нужно уметь достойно. Сдержитесь, завтра выигрывайте. На этом позвольте я закончу перечисление лояльных допустимых приемов споров. Вы видите, они очень просты и очень немногочисленны. Но если вы обладели этими приемами, то вы с честью выйдете из любого интеллектуального столкновения и сохраните уважение своих оппонентов, чем бы не закончился ваш спор. Всего вам доброго, дорогие гости. лояльных дюйми, тысячи